10 февраля свой 80-летний юбилей отмечает адмирал Игорь Владимирович Касатонов, советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, командующий Черноморским флотом 1991-1992 годах, первый заместитель главнокомандующего Военно-морского флота России с 1992 по 1999 год, кандидат военных наук. Сложный период распада Советского Союза, именно его решение не присягать Украине фактически сохранило для России Черноморский флот. Игорь Владимирович Ротом из Владивостока, но сам считает, что Черноморский флот – особая страница в его биографии и считает себя севастопольцем. Легендарный военачальник также служил на Тихоокеанском Северном флотах. Кроме того, Игорь Касатонов – автор нескольких исторических книг. Одна из последних – трилогия «Триумф» Военно-морского флота России в 20 веке. Цитата. Свои работы, которые посвящены не просто годы труда, а, наверное, вся жизнь, я стремлюсь привлечь внимание к уникальному опыту руководителей – Ивана Григоровича, Николая Кузнецова, Сергея Горшкова. Все морское сообщество России столетие жило и действовало по их планам. И продолжает действовать. Хотя, к сожалению, немногие флотские офицеры сегодня могут что-то поведать об этих людях. «Возвратить современникам имена великих предшественников, воздать им должное. Такую задачу я поставил себе и решал в процессе написания». Конец цитаты. Адмирал Касатонов – инициатор чеканки памятного нагрудного знака с надписью «Вопреки». Его вручили черноморцам, которые отстояли родной флот и сохранили его для России. Организовывали и участвовали в военно-морском параде в день военно-морского флота в 1992 году. Игорь Владимирович Касатонов награжден орденами Красной Звезды за службу Родине в вооруженных силах СССР 3-й и 2-й степени, за военные заслуги и орденом за морские заслуги, а также имеет более 70 медалей ведомственных и общественных наград.